купил я как-то принтер хороший аппарат такой работал годами безотказной преданным документы фото шмота короче доволен я и марку называть не буду чтобы не рекламить суть в чем попадается мне к нему приложение в телефончике мол качаешь регистрируешься подключаешь принтер и получаешь управление им через вайфай помимо этого там можно печатать непосредственно с телефона те же фотки чеки там документы короче мне это актуально скачал я приложением все работает доволен шислон ровно день то есть с момента подключения принтера и регистрации прошли сутки и вдруг аппарат выдает мне ошибочку читаю ее значение в интернете оказывается трында картриджам обоим и цветному чертам в один день подозрительно не то слово пытался этом его обнулять перезагружать и так далее безрезультатно позвонил знакомому в этой сфере ну чтобы заказать новые говорит подъезжай захватить старые глянем чё там с ними окей взяли пацаны старые картриджи выслушали мою историю говорит стопудов из-за регистрации вот ошибка пришла оттуда уточню кстати что регистрацию я делал на официальном сайте производителя принтера и картриджей то есть картриджи по сути рабочие говорю да а производитель их списал при регистрации ну для того чтобы я купил новый ибо эти по сути работают ну слишком долго естественно говорит а кому это выгодно чтобы картриджи служили десятками лет также какие принтеры окей говорю давай попробуем как-то сделать чтобы там принтер их как-то не распознал не увидел не распознал короче говорит можно перепаять плату из нового картриджа на старый но это бесполезно говорит проще и лучше просто заменить на новые ну подожди говорю как нету смысла давай пробовать и что мы имеем старые картриджи с новыми платами пашут по сей день уже более года а чуваки кстати после этого случая уже научились обнулять без перепайки принтер думает что это новые их продолжает им срок службы суть в чем в том что ни один современный производитель не заинтересован в том чтобы его продукция служила вечно согласны в том числе и автопроизводитель ресурс неких запчастей да и в целом автомобиле оставляет желать лучшего это же касается практически всего бытовые приборы телефоны техника любая следят за этим по ходу различные всемирные картели по типу международной электротехнической комиссии это по типу некоммерческая организация кому они чешут или международная организация по стандартизации всем известная исо и так далее согласны ли с мнением может иметь и свои истории на данную тему делитесь в комментариях всегда полезно удачи